Максим Кириязов Я эту подборку готовил еще много-много лет назад Чувствовал, верил Да, но когда же придет ее очередь Кстати, давай расскажем, наверное, не о таких древних вещах А о футбольных суевериях Да, вот, кстати, футболисты, знаешь, они очень суеверные люди Там с одной ноги какой-то определенный заходят на поле Ну, куча всяких Вот у нас с Максимом за время выступления Шерифа в этой группе Лиги Чемпионов Своё суеверие Суеверие, да Так получилось, что мы работали на домашних матчах Шерифа Когда все отдыхали Приезжали в час ночи домой Да, и вот эта штучка Давай объясним нашим зрителям Это для вашей карточки Да, это для аккредитации Вешается на шею, как бы, и проходим Она мне досталась еще, наверное, с первых матчей Шерифа Когда он выходил в плей-офф Это было с Олимпиакосом и с Базелем Ну, 10 лет назад, но уже как бы Так, на ней написано Да, это брендированная Лига Чемпионов Вот можете посмотреть Тут написано прям Champions League И вот мы как-то решили на первый матч надеть, ну, все-таки Лига Чемпионов Ходили с ними И так Шериф выиграл там первый матч Второй, третий И пришла в голову мысль, что это не случайно Да, а на четвертый матч я не мог найти вторую такую штучку И Максиму могла достаться вот эта А тут написано Лига Европы Да, клуб не понял бы как минимум В цветах и как-то что-то, ну, стало Ну, вроде бы как бы от нас ничего не зависит А вдруг А вдруг, да А вдруг зависит И в итоге пришлось, наверное, часа полтора потратить На то, чтобы найти такую вторую Все-таки Максим ее надел И вот мы видим результат Да, ну и в этой майке я тоже на стадион не приходил Потому что здесь тоже логотип Лиги Европы Это настоящая футболка, в которой Дмитрий стажило когда-то То ли сидел на банке, то ли играл за шериф в Еврокубках Вот она тоже В общем, чтобы не сгнать А я думаю, что... Теперь в ней ходить можно Эту ленточку мы можем пока отправить в Хорватию Она нам, в принципе, не нужна где-то до весны Да, Дамеру Крзнаву, бритому тренеру, она пригодится Давай рассказывай о раритетах Что, настоящее путешествие в прошлое Ностальгируем по временам, когда у нас еще ходили миллионы Обратите внимание, это билет... То есть цена этого билета? Да, первый Еврокубковый матч шериф, на который продавались билеты То есть... Два с половиной миллиона отвалил за билет на футбол? Он 12 августа 99-го года, вот эта программка матч с Сигмой из Чехии И на него билеты не продавались А вот спустя год, когда он уже играл с Олимпией и Словенией, билеты стоили, да Сейчас, кстати, самый популярный вопрос в директе инстаграма ТСВ Это, есть ли уже билеты в продаже И наш СММ-специалист даже после фразы «Добрый день» сразу пишет, билетов еще нет Ну, а может быть, кто-то про Амброзию хочет написать Говорит, приедьте, у нас тут возле роддома опять Амброзия С самых первых матчей Еврокубка в Шериф выпускал программки Каждый уважающий себя клуб, где содержится самая подробная информация о матчах Сигма Да, вот Олимпия, 10 августа 2000 года И вот, сперва он играл в Кубке УЕФА Ну, а в 2001 году дебютировал в Лиге чемпионов И сперва сыграл с армянским Араксом Вот, посмотрите, это программка и билет Ну, а затем уже к нам приехал впервые Приехал клуб топ-уровня Это Андерлехт из столицы Бельгии Он тогда котировался гораздо выше, чем сейчас За него играли настоящие топ-игроки И тогда Шериф еще играл на республиканском стадионе Вот, я только хотела спросить, Тирасполь, городской стадион Да, городской республиканский стадион Все начиналось, да, именно там И туда приезжали команды, приходили болельщики Ну, и тогда он забивался до отказа Знакомое лицо? Для тех, кто не понимает, что такое миллионы Объясним на мобильных телефонах Вот этот телефон считался топовым Это как сейчас айфон, наверное, да? Вот такая раскладушка, я даже не знаю, что это за фирма Это моторол Возможно, он не считался топовым, просто он был, по сути, единственным Выбора особенно не было Кстати, хорошо, что ты обратил внимание У моего знакомого дома висел календарь вот с этой барышней Которая часто появлялась на программках Он был уверен, что это певица Марина Хлебникова Автор бронебойного хита А ты не знаешь, что это? Про чашку кофею Ну, я сравнивал фото Если вы знаете, кто это, отзовите Сравнивал фото молодой Марины Ну, судя по всему, это не она Ну что ж, очень много было интересного тогда в Лиге чемпионов Вспоминаю вот первый матч 2001 год, когда приехал Ракс Когда приехал Андерлег, тогда была настоящая семейная традиция То есть она закладывалась, приезжали из Бендер, из Рыбницы Потом долго не могли уехать Я знаю даже несколько компаний, которые после матча Лиги чемпионов ночевали на скамейках в Парке Победы То есть неподалеку прошлись От стадиона и заснули А затем уже в 2002 году Лига чемпионов пришла на свежеоткрытую главную арену спорткомплекса И вот первый матч у нас Не поменялся у барышных телефонов? Ты прямо заполнял счет Да, заполнял счет Дрожащий юношеской рукой Женя такой еще детский посерк Девушка осталась, да, как мы видим И тогда Шериф сыграл с Женисом из Астаны Победил 2-1, мячи забили Юрий Приганюк и Важа Тархнишвили И это была такая первая знаковая победа Ну вот, свидетельство того, что это новая арена Состав там, да, все есть Да, трибуна узнаваемая Габи Пеле Балент, румынский тренер, который недолго проработал, но помнят его до сих пор Ну и вот с этого момента началась история их главной арены Которая совсем скоро будет принимать топ-клубы Ну и вот такие вот журналы выходили Тоже тогда печатали журналы? В Тирасполе, правда, недолго На обложке звезды Шерифа того состава Важа Тархнишвили Да, Амир Футбола, он еженедельно выходил Да, Чидиоди Он потом уехал, выиграл Кубок Куефа с ЦСКА И сыграл на чемпионате мира за сборную Нигерии Ну и украинский голкипер Александр Бокарев И самое главное, ты правильно открыл Покажи, какой была главная арена незадолго до своего открытия То есть ее очень быстро построили Название статьи У Филимонова теща украинка Ему проще Да, Филимонов тогда скандальный российский братарь Тут, кстати, еще анекдоты выходили сзади Анекдоты, да, как отдельный вид искусства И сзади публиковались постеры Я сперва хотел их вырезать и клеить на стену Но все-таки решил этого не делать Ну и спустя 20 лет у нас есть возможность Например, посмотреть, каким был состав Шерифа В 2001 году, когда он дебютировал в Лиге чемпионов Супер Максим, ты про футбол, судя по всему, знаешь все И про состав, но у нас есть с заковыркой Не просто так мы тебе этот вопрос задаем Смотри, мы знаем, что в Шерифе играет много иностранцев Много легионеров А у них, особенно у людей, которые из Латинской Америки Очень нарядные длинные имена, фамилии Естественно, конечно же, они не вмещаются на футболке Мы их знаем по короткому имени По короткой фамилии, по первой части Кристиану, я не знаю Давай сейчас мы тебе будем называть ту часть, которая обычно не попадает в титры футбольные А ты попробуешь угадать, кому принадлежит это имя Если будешь сомневаться, мы тебе будем подсказывать Да, давай попробуем Ну давай, так, Уртадо Уртадо это... Это вторая часть фамилии По-моему, там у них у мамы и у папы из двух фамилий Уртадо это Арбаледо, который забил Сервене Звездии Ты даже нашу подсказку читаешь Не использовал Которую мы подготовили Действительно, он забил победный был Серба Кстати, у меня была такая своеобразная традиция Каждый год перед стартом Шерифа в Еврокубках изучать поподробнее биографию футболистов, которые вот пришли Ну в этот раз я откладывал, откладывал, откладывал Ну и рад, что такая возможность наконец-то предоставилась Вот перед группой выучил всех, где кто жил, в каких фавелах и как к нам приехал Выучил уже? Выучу Выучил, значит, а у нас еще три Лейте 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 Не лейте Не лейте Так, ну лейте это был нападающий Адриана Лейте Не, мы сейчас говорим про нынешний состав Я имею в виду общий, да, это звезда Интера, он много выпивал и был толстым Ну лейте, наверное, бразилец, еще был КК Рикардо Изексом, Дос Сантос Лейте Так, ну давай сейчас про издания Я пытаюсь логически мыслить, значит, бразилец, ну не Лувенор, тогда Кристиана Да Кристиана Досилва Лейте Да, один из лучших защитников в команде Да, прекрасная игривая передача Молодец, Максим, молодец А что там в команде? В Лиге чемпионов, я думаю Можно и так сказать Так, тут смотри, тут вообще из трех слов, из четырех слов имя футболиста Ну вот тут, кстати, будет сложно Я бы, ну, не догадался Значит, первая часть фамилии звучит Андерсон, а последняя часть фамилии звучит Велес Вот между ними еще одна часть Да, если ты пойдешь по пути Велес, Бог, это не туда тебя заведет Велес, мифологию мы не трогаем Но это тоже, я думаю, латиноамериканский футболист Ну тут преимущественно латиноамериканский, потому что не у греков, не у балканцев таких нарядных игроков Там-то он там с Ангинетти у него на майке пишется Кристиана уже был, кто у нас, Луванор, наверное, тоже нет Ну, получается, остается только Франк Кастанеда Да как ты отгадываешь? То есть он ростом ниже Давай теперь факт от Франка Кастанеда Угадай, какая у нас была подсказка Подсказка, что мы написали про это? Франк Андерсон Кастанеда Мелес Однофамилец этого футболиста написал книгу Путин в Эксплазме Ну это слишком легко, мы не такую подсказку придумали Мы написали, что он забивал сербам, и он лидер команды Ну вы издеваетесь Я думаю, сейчас... Мы хотели тебе помогать, а наша помощь тебе абсолютно не нужна Последний вопрос Последний, у нас жалко нет приза, мы думали, что ты проиграешь, поэтому мы его не подготовили Мы не уверены в этом, поэтому мы даже никакого президента тебе не подготовили Так, боюсь тут ошибиться в ударении Де Соуза Сильва Де Соуза Сильва Де Соуза Сильва Так, ну, Кристиано Сильва отпадает Но тут тоже остается методом исключения, наверное, бендерско-тираспольский парень Луванор Энрике Да! Давай сейчас по подсказке решим Он знаком с кем-то из арабских шейхов по-любому Возможно, у него есть даже вышка какая-то небольшая, нефтяная И жена Алена И мы написали, что он лучший бомбардир этой лиги чемпионов Пела группа Viagra, Алена, спасайся, пока не поздно Но я думаю, Энрике спасаться не нужно Он очень примерный семьянин Общались с ним после матча с Цервенной Звездой Я его спросил, ну вот как тебе, как твоим детям Вот после Дубая, после Бразилии в Бендерах, в Тирасполе Он ответил, сказал «нормално» со своим бразильско-преднестровским акцентом И через неделю где-то выложил в Инстаграме фото своих детей у макета Эйфелевой башни в Гендерах То есть он полагал, что долго-долго будет такой вот европейский футбольный путь у Шерифа и у его детей И так в итоге и получилось У нас тоже есть макет Эйфелевой башни Если там башня надоела, пусть приезжают к нам В общем, Максим, мы на самом деле восхищаемся твоими футбольными познаниями И было бы здорово, чтобы все футбольные болельщики нашего клуба «Шериф» Так же хорошо знали наших игроков Ну хотя бы первые Спойлер к ретро-рубрике Многие действительно спрашивают, вернется ли Вернется обязательно 3 сентября Я думаю, кто будет хедлайнером в этот день Можно догадаться Думаю, все понимают На букву уж Прекрасно На футболе часто счет предсказывают животные Возможно, и героев следующих сюжетов Наша коллега Анета тоже возьмет в качестве прогнозистов Сейчас все узнаем